Приветствую всех дорогие друзья. Вот и состоялся старт продаж видеокарт RX 6800 и RX 6800 XT. В этом видео предлагаю вам посмотреть на тесты, разобраться где же продаются эти видеокарты, ну и конечно же посмотреть на другие актуальные новости из мира технологий. Например на цены RTX 3060 Ti и на World of Warcraft на процессорах ARM. Но перед тем как мы начнём, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнём со старта продаж. Еще вчера сортовали продажи видеокарт и на момент написания этого текста посреди ночи видеокарт нет абсолютно нигде в странах СНГ. То есть как и процессоры Ryzen 5000 они просто не появились, хотя даже техподдержка DNS говорила, что они будут. Но возможно ситуация изменится чуть позже. В Украине ситуация обстоит немного лучше. На розетке уже появились видеокарты от Sapphire и даже есть ценник в 24 500 гривен за эталонную модель. Также появились и неэталонные видеокарты RX 6000 от Sapphire. Правда их старт продаж будет немного позже. А ссылочки на все эти карты я оставил в описании. Если вы хотели себе взять тот самый эталонный дизайн то уже можете обновлять страницу. Скорее всего в скором времени она появится в продаже. Ну а для жителей RF можно сейчас назвать только рекомендуемую цену. Для RX 6800 это 53 590 рублей, а для модели XT это 59 990 рублей. Как по мне рекомендованный ценник очень даже адекватный и нормальный. Главное чтоб видеокарты появились в продаже с такими ценами. Кстати потребление RF составляет 300 Ватт, а рекомендуемый блок питания значится от 750 Ватт и выше. И давайте перейдем непосредственно к самим тестам и посмотрим что красные нам преподнесли. Сама видеокарта под охлаждением выглядит вот так, а разгонный потенциал этого кристалла в середине очень даже впечатляет. Тестировщики выяснили, что из коробки новые видеокарты работают с частотой более 2000 МГц, а любители погнать эталонные карты рассказали, что их RX 6800 и RX 6800 XT можно с легкостью раскачегарить приблизительно до 2,5 ГГц по ядру. Но конечно финальный результат будет зависеть от конкретного экземпляра и модели XT лучше покоряют более высокие частоты. А в среднем при оверклокинге новинок можно выжать еще 9 процентов производительности, увеличив энергопотребление на 15. И перед тем как мы перейдем к тестам игр хочется сказать про майнинг. Чудо не случилось и никто не будет раскупать эти видеокарты для майнинга. В разгоне 6800 XT выжимает всего 65 МГц на главной майнерской валюте, тогда как 3080 топит все 100. Более младшей 6800 немного интереснее для майнеров с кэшрейтом 64 МГц, но RTX 3070 выдаёт примерно такой же результат и стоит дешевле, по крайней мере при рекомендованной цене. А лишние 8 ГБ памяти майнерам практически не нужны, так как до отвала 8 ГБ карт сэфира еще очень долго. Так что можно не бояться о том что все раскупят майнеры. Для них эти карты абсолютно не интересны тем более по стартовым ценам. В играх же карты AMD показали заявленный уровень производительности, о котором нам и говорили на презентации. Вот к примеру Ведьмак 3. RX 6800 уверенно обходит по среднему кадру 3070, но и стоит она немного дороже. А 6800 XT спокойно конкурирует с 3080 и стоит при этом чуть дешевле. В Doom Eternal преимущество явно за AMD и 6800 XT даже обошла соперника на пару кадров. В ларке показатели старших карт практически равны, а вот RX 6800 приятно обходит своего дешевого конкурента. А вот в легендарных собаках 6800 XT даже умудрилась вырваться вперед. Кстати стоит отметить, что все эти тесты проводились на референсных картах как зеленых, так и красных. Поэтому такое сравнение более справедливо на мой взгляд, чем тест разогнанных вендорами карт с референсными AMD. Однако если с тестами в обычных режимах все очень даже хорошо, то вот играть в лучи карты RX 6000 не умеют. Начать путь по просторам лучей я хочу с результатов бенчмарка 3DMark DirectX Ray Tracing, где видеокарты красных с треском проигрывают RT ядрам зеленых. И не подумайте, что я как-то восхваляю зеленых, но все результаты перед вами. Разница в кадрах между 6800 XT и 3080 практически в два раза. В игре Метро Исход при включении лучей RX 6800 XT находятся на уровне младшей 3070 с включенными лучами, а отрыв от 3080 составляет 25 процентов. Это уже не в два раза как в бенчмарке, но тоже очень немало. Обычная же версия 6800 с лучами проигрывает всего на 11 кадров RTX 3070. А вот в игре Control отрыв между картами еще больше. 6800 XT с лучами смогла отрисовать только 35 кадров, тогда как зеленая 3080 отрисовывает 56 кадров. В общем для игры с лучами данные карты не годятся, но возможно в будущем у AMD получится как-то оптимизировать производительность лучей на уровне драйвера или при помощи совместной работы с разработчиками игр. И подводя итог хочется сказать следующее. Если вам не нужны лучи и вы хотите хорошую производительную карту с большим объемом памяти, то смело можно брать RX 6800 или RX 6800 XT. Но если вы хотите получить максимальное погружение в новые технологии, в частности трассировку лучей, то однозначно стоит брать зеленых. Мне лично из двух новинок AMD больше понравилась обычная RX 6800. И стоит недорого и показывает неплохой результат, даже с трассировкой лучей и в то же время имеет в два раза больше памяти. Ну и конечно же в честь релиза RX 6000 вышел драйвер Adrenaline 20-11-2, который и поддержал новые видеокарты. Пока трудно сказать насколько плохие или хорошие у AMD получились драйвера, но на момент создания видео каких-то критических ошибок, мешающих работе карт, замечено не было. Если что-то появится, то я обязательно вам об этом сообщу. Ну а компания MSI анонсировала RX 6000 в своем исполнении Gaming X Trio и Gaming Trio. Различие между обычной и X версией заключается в присутствии у последних заводского разгона графического процессора, в то время как обычные версии готовы предложить эталонные частоты, заявленные компанией AMD. Однако частоты в X версии особо не выросли. На 6800 XT они подняли частоту на 35 МГц, а на 6800 частота выросла на 50 МГц. Сами же карты получили вполне красивый дизайн в стиле MSI. А будут ли в них стоять предохранители мы узнаем уже после их выхода. А вот европейские ритейлеры, судя по всему, начали готовиться к релизу RTX 3060 Ti. По данным видеокардс, в ассортименте крупного литовского магазина SkyTech появилось несколько вариантов младшей модели в исполнении Gigabyte. При этом, судя по всему на новинки, ритейлер выставил так называемые цены-заглушки. Другими словами, не фактическую, а предполагаемую стоимость. В частности, предложения варижуются до 734 евро в зависимости от версии. И что-то подсказывает, что реальная стоимость новинок будет не намного ниже, особенно с учетом катастрофического дефицита всей серии видеокарт. К слову, 3070 у этого магазина продается за 835 евро. А вот после выхода Apple M1 началась какая-то новая мода на переход к процессорам ARM. Компания Blizzard рассказала, что World of Warcraft будет работать на компьютерах Mac с процессорами ARM. Уточняется, что последняя версия World of Warcraft получит встроенную поддержку чипа M1 как раз к запуску Shadowlands в конце этого месяца и не будет задействовать транслирующий слой Rosetta, который является неким эмулятором. А вот в первом квартале 2021 года развернется серьезная баталия между процессорами AMD EPYC на Zen 3 и Intel Ice Lake SP. Intel уже утверждает, что их 32-ядерный процессор на 20-30 процентов быстрее 64-ядерного AMD EPYC 7742 на нынешней архитектуре Zen 2. Уже известно, что Ice Lake SP обзаведутся контроллером PCI Express 4.0, будут поддерживать двухсокетные конфигурации и работу с памятью DDR4-3200 в восьмиканальном режиме. А объём АЗУ на один сокет достигает 6 ТБ. А вот компания Ubisoft похвасталась достижениями свежей Assassin's Creed Valhalla. По заявлению издателя это самый успешный запуск игры в истории популярной франшизы. А в первую неделю после релиза продажи Valhalla были выше чем у любого другого проекта Assassin's Creed. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.